Перекресток улиц Абая и Сайна всегда был одним из опаснейших в Алматы. Кардинальная ситуация не изменилась ни с установкой Шунгита, ни со строительством развязки, что в лишний раз подтверждает ДТП, случившееся там минувшей ночью. Водитель Ауди при повороте налево не уступил дорогу встречному транспорту. Он ехал по улице Абая на запад и надеялся закончить маневр до проезда Мерседеса. Однако, как это часто бывает, не рассчитал скорость речной автомашины. Итог этой самонадеянности Ауди развернула в обратную сторону, Мерседес врезался в парапет. Его водитель получил травму. После оказания первой медицинской помощи он отказался от госпитализации. Виновник ДТП не пострадал и даже пытался свалить вину на своего визави. Не успел пострадавший прийти в себя, как тот набросился на него чуть ли не с кулаками, требуя возмещения ущерба. Однако гнев его быстро улетучился, как и он сам. Водитель Ауди таинственно исчез еще до приезда дорожной полиции, что даже мы этого не заметили. Криминальная полиция сняла отпечатки его пальцев и приступила к розыску беглеца, который, возможно, еще и угонщик. Полицейские говорят, что после ДТП к ним поступило сообщение об угоне Ауди. На пересечении улиц Жарокова и Джандосова избили двоих прохожих. По их словам, они вышли из кафе, когда к ним подошла группа парней и попросила закурить. Получив отказ, избили друзей прямо у кафе. Из личных вещей у них ничего не пропало. Позже медики установили, что оба не получили сотрясение мозга. Вышел на улицу, попросили сигарету и исходы там сломали. И скрылись, да? Да, и, короче, непонятно. Менты приехали. Менты приехали, короче, я им тупо говорю, камеру посмотрите, кто там, и что пока не списали, там не затерли. Менты берут и уезжают, ведь это не наши, короче, полномочия, там опергруппа приедет. Пострадавших доставили в больницу. Дело расследует полиция. Полицейские, остановившие Мерседес на пересечении улиц Толиби и Гагарина, вынуждены были просить подкрепление. Сидевшие в автомобиле люди, ссылаясь на свои связи, стали оказывать им сопротивление. Дети в нетрезвом состоянии управляют Мерседесом, не дают ни одной документы. А девушки сюда подойдут. Обоих дебоширов доставили в отделение. Они утверждают, что сидели припаркованной автомашине, правил дорожного движения не нарушали и тем более скорость не превышали. Полицейские же говорят, что они остановили ехавшие автомобили. Кто из сторон прав, выяснит специальная проверка. На углу улиц Достых и Багимбай-Батыра Тойота шибла две стоящие на светофоре автомашины. Удар был настолько силен, что от передней части японского автомобиля мало что осталось. По словам очевидцев, Лексус и Хундай остановились на красный свет на проспекте Достых. Внезапно Тойота, летевшая по улице Багимбай-Батыра, на восток врезалась в Лексус, а затем в Хундай. Водитель Тойоты винит неизвестный автомобиль, который, как он уверяет, неожиданно подрезал его, из-за чего он и потерял управление. Пассажир Лексуса получила травму и была доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. Районным управлением внутренних дел города Талгар разыскивается жительница сельского округа Гульдала Благинина Ольга Анатольевна, 1975 года рождения, по национальности татарка. 12 августа 2005 года она ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Рост 175 сантиметров, глаза карие, над верхней губой имеется шрам. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить по телефону. Родственники разыскивают жителя Талгарского района Алматинской области Мушрапилова Махамеджана Абу Кулыновича, 1956 года рождения. 1 сентября этого года он ушел из дома и не вернулся. Рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие. Был одет спортивную куртку и синие джинсы. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить по телефону. Родственники разыскивают Джусипая Шержанова, жителя аула Як-Пенде Ильийского района, 1942 года рождения. 12 мая 2011 года он вышел из дома и до сих пор не вернулся. Среднего телосложения полноват. На правой щеке имеется шрам. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить по телефону. Редактор субтитров А.Семкин